Ну вот этот вопрос-то, как, я никак не могу понять, как такие люди с такими знаниями, вот все-таки, видимо, это масоны их проталкивают, я говорю, даже прокормить такую семью и нигде не работать, и учиться в университетах, это, это, ты попробуй это жить так. И здесь-то главное, мы переписывались, все, переписка сразу превратилась, прекратилась. Я ему все это высказал, как он мне нравится, проповеди, там, ну, все соответствует действительности, ну, вне церкви. А еще его руку полагали, он пастырем был, ну, никем, лжец-священник. Ну, никак не могу понять, как это так можно, что такое, с чем это связано. И вот на него там нападали, где он, ну, это баптисты из Америки мне звонили, он женился, я говорю, скажите, в чем он нарушил? Жена умерла, он свободен, но она чуть не на полвека моложе его. Она, я говорю, ты не думала никогда выходить, он где-то у них был, выступал, подошел и говорит, ты моя жена будешь. Так запросто. Ну, а вот этот Чарльз Врунбург, про него показывают, как его, пытали везде все, я тоже переписывался с ним. Это письма, все у меня уничтожило власть эта проклятая. У меня у матери три брата, это мои дяди, ушли на фронт, ну, и говорили, что они артиллеристами были. Все погибли, и у меня письма были с фронта, и все сожгли. Изверги. Он пишет, говорит, видимо, окружены были по Смоленскому или где они там, под Киевом. В лесу находимся, пишу, говорит, на пеньке. Брат, ну, я попутно сказать это. На вот это тут, ну, на том, что Билли и Грейм, Мясон, он, кажется, не скрывал, я читал об этом. Но этот, вот Саид, 90 лет ему, на 90 жил, Яр Николаевич-то. Бритый, галстук подвязанный. Что, это ничего не значит? Без содрога не говорить нельзя. Да, ездил, да, и он был не в бедности, и детей учил, и все. Но кто это все спонсирует? Не те ли, которые самые лучшие таланты бросают против церкви. Начнешь говорить, да вам какое дело? Ну, как какое дело? Душа, он когда умер, я не помню, даже молился я за него. Грешный человек. Я его очень любил, даже не выскажешь как. В это время переворот у меня был, моя жизнь меняется, и там радио, там надо шумы. А потом-то у меня были прямо от него со студии, когда меня судили. Меня судили, фактически-то давило-то и то, что я с ним знаюсь. Тогда еще у меня переписки с ним не было. А это вот так. Ну, это тоже для размышления. Вот этот был, у меня даже в трехтомнике, там написано, Марсенковский профессор Владимир Филимонович. Крещение пошел принимать у мормонов. Я так ахнул. Как же так? Ходил в церковь православную и все видел. Вот это у них как будто бы отрезано что-то. Пойти к мормонам. Ну, это уже слово-то какое-то блевотное. И вот когда начнешь говорить об этом, я не знаю, кому как. Когда православный лишь бы был. Когда Билли Гремов приезжал, патриарх, там его приветили, он выступал, говорил. Ну, это неплохо. Ну, он-то тоже нуждался в помощи. Сказали бы ему или нет, что он вне церкви. Но Иларион-то, который описывает, вне церкви нет спасения книга. Там все разобрано. Да я это и так знал. Выходит, ни одного таинства нет. Крещение недействительное. Прещищения не было. Ну, а все остальное-то ниже. Там венчание. Вот, ну, не вмещается никак. Ясно, что жена была у него. Ну, шесть сыновей, четыре дочери. И он мне главный адрес отдал детей. С детьми мы маленько попереписывались, и так все заглохло. Но мне какой интерес-то. И как-то уже, кажется, в интернете мы только не видели друг друга, а как-то скидывались так. Это вот я вам подаю для того, чтобы наедине еще раз прочитали, увидели. Я живой человек, который, и он со слезами, говорит, читали, для слова Божия нету. Со слезами в семье. С кем он там был уже? И чтобы помнили, какая радость, милость Божия, выбор, избрание пало на нас, что мы православные. Что мы относимся к церкви Христовой. Он сказал, создам церковь, не церкви. И создам, и создал он ее, создал. Ну, они-то возникли, где он мог сказать-то, в 1600 году, в 1639. Ну, и как он? Джон Смита залез в воду, на себя руки положил, и себя... Ну, где ж такое они видели, крещение-то? Потому что никого нету, он сам. А основание положенное. Вот старобрядцы на этот счет, они 180 лет были без священства, искали, искали и нашли себе Амбрусию. Вот так. Ну, я просто попутно кое-что так подцепляю. Больше у меня еще тут говорить-то. Ну, нет, его уже и нету с детьми поговорить. А что говорить-то? Они такие же. В этом вопросе. Я его очень любил. В это время для меня, в это время, у меня еще передача там была, папа римский, и у него свои были дикторы, и они на Русь вели. И я их передачи слушал одновременно, в другое время, ну, часы там разница, даже сравнивать не с чем. Ну, тот говорит, как, ну, знаешь, человек, как администратор какой-то. А вот папская булла, сказано, булла, вот, после Ярлампестита, все остальное какое. Вот я дорогой когда ездил, магнитопон у меня не маяк был, а тут что-то такое. Вот, у него на батарейках он работал. В детстве он у меня закопанный. И дорогой я его включал в поезде. И один мужчина слушал и говорит, вот, я не верующий, но, говорит, я верю, что он верующий. Об этом, о яршей песне. Ну, там мне, ну, видно, как он говорит, вот, у меня это все дорого. Я-то, я-то, со своими людьми-то, мне не надо призвать к покаянию, там, я... А он-то по эфиру, покаячись, покаячись, миллионы русских для Христа. Ну, все прекрасно. Ну, мне церковь, ну, как же так-то. Ну, по сути, вот, его проповеди, как раз-таки, не хватает их в православии-то. Да, там у него выставили сейчас 55 проповедей, можно слушать прямо. Там родные, близкие, кто там работает в этом деле. Я сейчас опять послушал его. Я слабый стал, как Лев Толстой говорит. До того мне жалко его. Он в самом начале, буквально в первый день я его услышал. Для меня это как голос с неба был. А дальше-то, когда все-то, так он же вне церкви, Господи Боже мой, да что же у нас-то такие не могут говорить. Такие знания куда-то забьются, архидьяконы там сидят, все это. Вот выступают священники, вам знакомы где-то, совершенно не смотрят в Библию. Вопреки Библии. Тут даже к нам один приезжал из них, я говорил об этом. Вот фатимское там явление в Португалии было. Это от сатаны. У меня есть это к истинному православию. Вы знаете, что к истинному православию вчера погрузили на пояс уже. Ну вот молимся об этом. Ну и сразу начинать надо работать. Если уж так решили, я к этому относился. Я сейчас вот 123, которые тематические, я с ними занимаюсь. Два раза у меня пропало, уже далеко ушел и пришлось заново. Сам не знаю, как так. Но не помешает послушать. Ну вот так. А примерно сколько проповедей за это время не записано, как вы думаете, которые сейчас записывают братья? Ну да, так я выдаю им. Только надо будет смотреть, кое-какие, может быть, они уже попали туда. Вот. Вот Берсиневка, я прям, у меня, мы просто уже начинали года три назад эту деятельность. Я помню, что мы несколько, сколько-то проповедей уже напечатали. Я домой приду и вам сброшу. Так вот, такая или нет, я же у него там неоднократно был. Я точно знаю, что на Берсиневке почти все есть. Ну, о чем я говорил-то, каждый раз я же не повторял одно и то же. Я там, когда приезжаю, он меня сразу одевает и перед народом. Вот так. Надо на сайте набирать и на сайте там это выявится. Там на сайте не только те, которые в книгах, а еще добавлены больше. Не знаю. Кто-то должен проконтролировать это дело. Я смотрю, которая сейчас, вот которая вот сейчас. Ну, ясное дело, что я здесь. Я сам не считаю, которая из Библии читает другое. Тут ясное дело на сто процентов, что они новые. Но оказалось, новых-то совсем и немало. Там довольно много. Ну, вот считайте, в две недели две проповеди примерно. Я говорил тогда, ну, сколько-то лет назад, две проповеди я говорил в субботу и две проповеди в воскресенье. На одном богослужении. А потом теперь только так. Когда батюшки нету здесь, я говорю по одной проповеди. Потому что молодежь там, чтобы они считали, златоуста больше. Я фактически все захватил и я отошел от этого. Ну, а по одной-то проповеди это уже. По одной. В год у меня почти 56 проповедей. Ну, и умножь даже на 10. Уже 560. Вот так. Очень много. Очень много. Это еще, получается, шестой тонн бы растает. Не знаю, посмотрим. Я вот гляжу, Библия там, то, другое, полторы тысячи страниц. Надо в пять вложиться. Они берутся, они будут делать. Ну, вот она, передо мной Библия. С оглавлениями 1600 примерно. Ничего тут особенного нету. Ну, можно формат книги увеличить. Не знаю. Может быть и можно, но тогда неудобно будет это тут ставить на полке. Ну, а пока такое же. Пускай будет. Шрифт сократить. Сделать в объеме только больше. 5. Трехтомник 3. Проповеди в стихах 4. Проповеди во свете Святой Библии. 5. Вот этим я заканчиваю. Все. Как теперь объяснение? Я написал этому Николаю Сироткину. Он все принял. Я ему написал, каким цветом. Первое, красное. Второе, синее. Третье, зеленое. Человек обратился к Богу. И четвертое, желтое. Поспело. Все. А уже пятое, белое, как всегда. То есть у нас уже... Желтое, это еще Солнце, Христос. Но желтое, это пшеница, все поспело к осени. Человек обратился, думать о небе, синее, а теперь зеленое, только начало. И в кончине жизни пришел выращенный урожай, созрело. Вот так. Я пока держусь на пять. Ну да, пять больше подходит. Ну да. Даже по всему подходит. Ну все у меня тогда. Жизнь, что бы ни было, береги себя, лишнее не выступай. И помни, каждый раз благодари, что ты нас избрал, что мы в церкви находимся. В церкви Христовой. Ну все, отошел. Ну я так, я сейчас просто иногда, чтобы у меня душа отдыхала, я составляю проповеди в будущее, на будущее. Да. По каждой теме, допустим, я знаю, что там такое-то читается, праздник, такое-то это. И чтобы у меня уже к тому времени, когда такая, вдруг Господь дает такую возможность, у меня был набор уже. Да, 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 да. А вот, которая вам помогала, пожелает, кажется, Константиновна, Анна или как? Она как? Все, все хорошо, она так же ходит с нами. Ну слава Господу. В хороших отношениях. Екатерина-то ваша попросила у меня, я ей скинул. Да. Тоже охотно. Она мне помогает, учиться помогает. Она мне все предметы, которые, ну, которые я и так знаю, можно сказать, там, она за меня их проходит. Ну так что, осиливай давай, как следует. Ну дай Бог осиливает. Дай Бог. Самое главное, это литургика. Да. Остальное для меня не представляет особого труда. Литургика и языки. Вот, все. Молчу. Ну, я даже немножко полюбил уже. Даже уже немного полюбил. Ну да. Литургика. Я когда познакомился здесь с Александром Ивановичем Таустиновым-то. Я церковно-славянским языком занялся. Так я переводил там целые книги. И каноны, и толкование, откровение. Та другого не было. Андрея Кисарийского, кажется, да. Толкование. Откуда? На какой основе? Отец Геннадий Фаст вот это все сделал. Лучшее. Я вот всем говорю, когда симфония, она не каноническая, я предварительно ознакомился со всеми, какие были до революции. Ни одной не нашел, где бы сказал, что хорошо. Не профессионально, отвечаю. А наша, она небольшая, хотя мелковата, но она один к одному. Ну, какой порядок, Вернигородская, которая на канонические были, я взял от нее эти, какие шрифты должны быть, все, размеры. Ну, вот так. Ну, и все тогда. Это, как говорится, лебединая песня. Если, вот вы уже сказали, я сразу за это взялся. Я даже об этом не думал, что отдельно издать. Все. Что там у вас? Ну, ну, сейчас прочитаю тогда. Отошел. Добрый день. Добрый день.